Как и ожидалось, израильские события, наложенные на войну в Украине, таки переполняют чашу озабоченности, и это начинает проявляться самым неожиданным образом. До части американского политикума, например, начало доходить то, почему Трамп делает такие дебильные заявления по Украине, например. Хотя, казалось бы, все лежит на поверхности, ничего хитрого там нет. Всю свою карьеру он был профессиональным хейтером и заливал помоями своих оппонентов, то за свою длинную метлу он ни разу не получал в своей теперь уже лысой и маскированной фальшивым чубом в бубен. И если это всегда было выигрышной тактикой, то почему сейчас, когда его невносимо тянет во второй раз получить президентский иммунитет, он будет что-то менять? На самом деле он заливает помоями Байдена, который пытается развернуть Штаты в тот вид мирового лидера, которым они, безусловно, являются после Второй мировой войны. И вот этому Трамп усиленно противодействует, спекулируя на принципах доктрины Монро, пытаясь воскресить дух изоляционизма. То есть он пытается оболгать и обесценить то, что делает Байден, понимая, что тот действует в парадигме великих президентов Америки. Отсюда у Донни такой бесноватый стиль, который подхватывают и его шавки. Например, печально известный Томми Тюбервиль, который в угоду Трампу поливает Байдена самым грязным образом. Например, он саркастически комментировал подборку видео, где Байден спотыкается, сходя по трапу самолета. Но вот сам Тюбервиль показал мастер-класс в плане элегантного вышагивания по трапу самолета. Думаю, он бы мог даже номинироваться на какую-нибудь премию в этом ракурсе. Но вернемся к Трампу. Решительная и жесткая поддержка Белым домом своего союзника Израиля вызвала бешенство у Трампа, который сам без проблем бросит союзников, о чем он не раз говорил открыто и не стесняясь. Поэтому он накинулся на Байдена, но когда тот отдал приказ о переброске флота и авиации в район конфликта, Дони понял, что Байдену все равно, что он там вещает, и что он действует в соответствии со своими убеждениями и в соответствии с традициями США, как лидера демократического мира. И тут Чубчик сделал ошибку. Он решил нажать на тему и утратил чувство меры. В общем, Трамп наехал на Израиль и начал хвалить Хамас. Более того, он перешел на личности и стал называть всякими эпитетами Натаньяху, а министра обороны Израиля и вовсе назвал придурком. И вот тут началась цепная реакция в республиканской партии. Вот что пишет вашингтонское издание The Hill по этому поводу. Бывший президент Трамп рискует столкнуться с потенциальной негативной реакцией на президентских праймерис республиканской партии из-за его критики премьер-министра Израиля Беньямина Натаньяху после террористических атак Хамас в Израиле. В данном же случае Трамп явно заигрался. И одним ходом сделал сразу две ошибки. Первая состоит в том, что его паства уже привыкла к гимнам и кантатам, которые Трамп регулярно поет откровенным ублюдкам наподобие Путина. Они привыкли и к тому, что Трамп любит рассказывать, какие у него замечательные отношения с другом Си. Но тут его комплименты в адрес Хамас выглядят перебором даже для такого типа, как Донни. Дело в том, что в Штатах это движение признано террористическим. Если пациент, который был президентом США, публично хвалит террористов, то по большому счету ниже падать вроде бы уже и некуда. Это может переплюнуть даже видосы, где он исполнял главную роль в фильмах, снятых КГБ в одном из московских постоялых мест, куда Трамп приезжал еще до развала Совка. Думаю, что если бы это вывалили на публику, то евангелисты, поддерживающие Трампа, были бы приятно удивлены шириной его кругозора. Но тут о вкусах не спорят. И если Донни нравился вкус всего того, что было в фильмах, это его дело. А вот поддержка террористов – это совсем другое. Это все равно, что он стал бы рассказывать о ловкости пилотов Аль-Каиды, которые, не будучи профессиональными пилотами, таки смогли направить самолеты в башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Или он заявил бы о том, что специалисты ИГИЛ, показывающие примеры резьбы по головам, тоже ловкие и приятные парни. Вторая же ошибка состоит в том, что штаты традиционно имеют очень мощное еврейское лобби в Конгрессе. И еврейские финансовые и коммерческие империи традиционно являются очень серьезными донорами любых предвыборных баталий. Причем не только президентских, но и всех выборных постов, включая Конгресс. Проще говоря, многие конгрессмены-республиканцы после таких слов Трампа стали нервно проверять собственную кассу на всякий случай. И однозначно они тут же задумались о том, кто ее будет пополнять при таких речах их кумира. А тем временем сам Нетаньяху никак не отреагировал на слова Трампа, как смолчал и министр обороны. А вот министр связи Израиля Шлома Кархи в интервью 13-му каналу таки высказался и заявил следующее. Позорно, что такой человек, как бывший президент США, пропагандирует и распространяет то, что ранит дух солдат Израиля и его граждан. Но не нужно беспокоиться о нем и о том, что он извергает из себя. Тем временем, один из основных политических стратегов республиканской партии Алекс Строман сказал о том, что именно эта речь стала стратегической и системной ошибкой Трампа. Он не стал пояснять суть этой ошибки, поскольку она понятна всем, но добавил, что оппоненты Трампа на номинацию от республиканской партии безусловно получили шанс утопить его в этой теме как лично, так и через переключение донорской помощи, которая шла от еврейских лоялистов республиканской партии на себя. И, в общем, этот процесс уже начался. С резкими антитрамповскими заявлениями выступили как основной оппонент Трампа, губернатор Флориды Рон Ди Сантис, так и бывший вице-президент США Майк Пенс. Правда, команда Трампа сейчас отражает эти атаки как всегда в брутальном стиле и переходя на личности. Но это до тех пор, пока не будет сделана ревизия ручейкам финансирования партии, а также кандидатов, и тогда все может измениться. По крайней мере, кто-то из окружения Трампа сказал о том, что если вы хотите нокаутировать Трампа, бейте по его кошельку. И вот, закусившись с Израилем, он вполне может получить именно такой удар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok